Дорогие друзья, уважаемые коллеги, подписчики наши замечательные, мы продолжаем цикл наших программ. Программа «Вопреки», меня зовут Иванов Константин. И это программа с уникальными не просто врачами, а с уникальными людьми, за которыми интересно наблюдать. У нас сегодня в студии Олег Бухарович Талибов, который нашел на нас время. Запрещенный фармаколог. Когда каждый раз читаю, думаю, действительно запрещенный? Запрещенный? Конечно нет, конечно не запрещенный, а уникальный фармаколог, кардиолог, доцент кафедры терапии клинической фармакологии, скорой медицинской помощи. Человек, который прошел все. Анестезиологию и реанимацию. Кардиологию, разумеется, которая по сей день и остается, безусловно. Ну и, конечно, фармакология. А для нашей стороны фармакология это во многом проблема. Олег Бухарович, приветствую. Привет, привет. Очень рад видеть снова. Спасибо, да, снова, что нашел время. Спасибо. Ну и в этот раз у нас немножко сложнее будет все-таки тема. В прошлый раз мы с тобой говорили о любимых витаминах. В этот раз все-таки тема достаточно сложная, потому что для пациентов надо какие-то вещи пояснять, и этот ликбез должен существовать. Понятно, что первое, с чего я хочу начать, мы тогда об этом говорили в ковиде, и это понятно было, и столько твоих советов. Большое спасибо в отношении антибиотиков было, потому что по сей день я хочу сказать, почему я решил эту проблему поднять. Каждый раз в нашей жизни всплывают какие-то разговоры из нашей практики, потому что мы два практикующих врача, а не просто так, а поговорить. И вот на самом деле, вроде бы ковида стало меньше, а пневмоний бактериальных не просто не меньше, у меня они постоянно. Это целая проблема, про которую мы, казалось бы, забывали. Ничего подобного, друзья мои, лечится крайне плохо, очень тяжелые пациенты, и вот эта проблема антибиотикорезистентности, то есть когда вы сами почему-то начинаете принимать антибиотики, потом удивляетесь, что они не работают. Олег Бухарович, расскажи, пожалуйста, как у нас обстоят дела вообще с антибиотикорезистентностью, к чему мы вообще приходим в 21 веке? Паршиво обстоят дела, потому что я не скажу за последние года-два количество смертей, которые по миру ассоциированы с антибиотикорезистентностью, но вот лет 5 назад, по-моему, называлась цифра 5 с чем-то миллионов. 5 с чем-то миллионов человек в мире причина смерти антибиотикорезистентности. И если дело пойдет таким путем, такими темпами, то есть прогнозы, что мы получим эту цифру в два раза больше к 2050 году. Ну, то есть проблема, она действительно есть. Опять, если говорить просто о практической деятельности, вот раньше мы там получали какую-то зверюшку, которая практически ко всему была резистентна, может быть, там кроме колестина, к примеру, вот, и друг другу там показывали, это, о, надо же вообще, как же такое можно было выдрессировать. А сейчас встреча с мультирезистентной бактериальной флорой, она в стационарах перестала быть какой-то экзотикой. Увы и ах. И как с этим бороться? То есть вот у нас действительно нет какой-то единой рекомендации, какой-то золотой пилюли, потому что мы чувствуем, что в этом плане мы все время балансируем на грани срыва в то, что мы расплодим то, что называется супербаг, да, супербаг, суперзверь, да, то есть супербактерия, которая будет абсолютно резистентна ко всему. И если такое произойдет, и если распространение такого супербага накроет мир, ну вот, по-моему, с 2017 года появился термин «болезнь Икс». Ковид был один из примеров «болезни Икс». Это потом журналисты сказали, ух, господи, ученые, ученые новые болезнь придумывают, они еще мало нам ковид, теперь болезнь Икс, заговор, да, масонская ложа не дремлет и так далее. Нет, на самом деле болезнь Икс – это вот как раз-таки появление такого возбудителя, против которого мы бессильны, потому что, ну, как ковид. Это может быть, это может быть не вирус, это может быть бактерия. Так что проблема. Я вспоминаю две вещи, чтобы дальше продолжить. Это интервью с Натой Минабде, это было, наверное, чуть ли не лет 7-8 назад. Это представитель ВОЗа был в Нью-Йорке. Мы с ней обсуждали как раз тоже антибиотикорезистент, она сказала, чудовищная проблема. А после этого как-то мы с супругой были где-то в Соединенных Штатах, я уже не помню. И я обратил внимание, мы гуляли по набережной, было достаточно прохладно. Я помню, что я в куртке, в кофте, и я обратил внимание, что гуляют два мальчишки, лет там 12, наверное, 14, оба дохают и оба в майках. Я из любопытства подошел, думаю, спросить у мамы, а как так? И это просто, я хочу подчеркнуть, это в Штатах происходило, где я тогда на тот момент был почти уверен, что все по рецепту. Говорю, а почему так? Он говорит, а какие проблемы? Я ему антибиотик дам, и через пару-тройку дней у него все пройдет. И я это вижу у нас, то, что действительно любая проблема – это антибиотик. И ничему у нас ничего, ни ковид, ни ковид не учит. Ну, давай два примера. Вот мы с тобой в прошлый раз сказали, что мы там про детей говорить не будем, но это, Коля, ты заговорил о детях. Просто пример из поликлинической жизни. Приходит мамочка, притаскивает там ребенка в соплях к доктору в поликлинику. Ну, она там его лечила, там благополучно сопли, не знаю, там над картошкой он дышал, но у него вдруг сопли позеленели. Мама, она индукторнирована такой точкой зрения, что зеленые сопли – это значит, что у него гнойное что-то, гнойный гайморит, ему нужны антибиотики. А то, что в большинстве случаев позеленение соплей говорит, что через два дня насморк, скорее всего, пройдет, это ей объяснить бывает трудно. Вот, она притаскивает его к доктору, вопит, что у ребенка зеленые сопли, ему необходимы антибиотики, иначе я на вас буду писать, там, я не знаю, в вышестоящую организацию, в ООН, в ЮНЕСКО, в президенту и так далее. А зачастую доктору проще дать, да, проще назначить, чем объяснять, почему этого делать не надо. Ну, а второй пример, вот мы когда-то коснулись ковида, мы во время ковида просто какого-то бешеного джина выпустили из бутылки. Ты вспомнил вот эти продуктовые наборы, которые в Москве там раздавали, приносили больным, амоксицерин и клавулат вместе с леофлоксацином, например. И азитромицин. И азитромицин, да. И просто вот выдавали, вот вам, у нас правительство доброе, вот там попейте что-нибудь, а можно даже все сразу. А помнишь, когда мы с тобой обсуждали вопрос еще в самом начале ковида, мы там в качестве примера приводили, что кто-то отгрузил гуманитарную помощь на мою маленькую, на гордую историческую родину, в Махачкалу. Там меропинем там отгрузили, они там радовали, что у нас там меропинема много. Мы теперь ковид будем меропинемом лечить. Это просто на всякий случай, я подчеркиваю, у нас же не только врачи, это антибиотик резерва вообще-то. Это антибиотик резерва, это антибиотик, которому уличную инфекцию не надо начинать лечить. И в итоге мы вот этим массовым, абсолютно бесконтрольным применением, более того, здесь оно даже исходило от врачей, мы еще больше поспособствовали развитию резистентной флоры, потому что, ну, как считается, не знаю, может микробиологи меня там сейчас обругают, когда мы там начинаем каких-то бактерий долбить антибиотиками, там одна на 100 миллионов бактерий, у нее вырабатывается антибиотикорезистентность под влиянием просто вот этого давления. Ну да, мы там убили всех, а она дала потомство. Все это потомство пошло гулять. Тогда смотри, наверное, нужно какие-то советы основные дать, когда все-таки и кто должен назначать антибиотики, и какие показания к этому напрямую все-таки. Вот с точки зрения и врача-клинициста, и фармаколога. Давай начнем, даже не с врачей, давай начнем с фермеров. Ну, во-первых, фермеры должны, фермерские, ну, не фермерские хозяйства, я не знаю, как это правильно назвать, мясная промышленность, мясомолочная промышленность, фермерские хозяйства, производители сельхозпродукции, в первую очередь они должны немножко угомониться, потому что они применяют антибиотики в огромных количествах. Слушай, как же ты правильно говоришь-то, я сейчас вспоминаю сразу просто пресловутые вещи про бульон, которые мы советуем, а какой мы бульон на самом деле... Ну, вот, да, то есть это один из моментов. Антибиотики широко применяются и там, не только врачи, не только пациенты виноваты. А вот, ну, ладно, хорошо, кто я такой для фермеров, да, фермеры меня здесь, наверное, не слушают, слушать не будут, потому что, ну, там чистоган, там понятно, что надо этих, не знаю, стадо коров или там курей вырастить в достаточном количестве, чтобы они не сдохли от сальмонеллеза или чего-то еще. Вот, а в отношении пациентов, у нас, ну, у нас до сих пор, все-таки, если вы заходите в аптеку, вы все равно до сих пор можете без рецепта купить антибиотик. Вот ты, знаешь, вот ты заходишь, я сам, у меня был случай, я там летел в потенциально клещевой район, и я с собой решил там купить доксициклин, я забыл там все, в общем, в аэропорту. Я захожу в аптеку, говорю, мне нужен доксициклин, рецептурный антибиотик, ну, рецептурный формально, нет, тетенька мне говорит, он рецептурный. Я говорю, ну, слушайте, женщина, ну, представляете, я там лечу там туда-то, там, я на Алтай лечу, сейчас клещевой сезон, если у меня цапнет клещ, у меня будет баралиоз. Ну, она услышала какие-то умные слова, в общем, продала мне доксициклин. То есть, и так вы все равно можете купить. Я хочу тебе еще веселую историю расскажу, сейчас многие мужчины меня будут люто ненавидеть за это. У меня был пример с лютейшей резистентностью, молодой мужик, я очень долго с ним копался, вот, пока все-таки я не смог его уговорить, поговорить по поводу урогенитальных инфекций. Так все было предельно просто, он знал про как раз именно доксициклин, и после определенных моментов проводил активную профилактику, вот, и по факту мы получили то, что мы получили. Это тоже тема, да, это тоже присутствует. А дальше, дальше обращение к врачам. У врачей сформировано какое-то странное мнение. Ну, во-первых, с чего мы начинаем там какую-то домашнюю инфекцию, да, лечить бактериальную? Ну, с пенициллинов мы начинаем ее лечить, с того же амоксициллина, с этой большой поносогенной таблетки, извините, как мы ее иногда называем. Но почему-то у нас очень любят уходить в антибиотики резерва. Кто сказал, что оксихиналоны, кто сказал, что левофлоксацин или там цифрофлоксацин, они, не знаю, более эффективные, более безопасные, удобные в применении. Никто не говорил. Вот откуда это взялось мнение. И рекомендации, самое интересное, что есть. Совершенно верно. У нас в поликлиниках в диком количестве этот левофлоксацин просто летит, как я не знаю что, как святая вода в церковной празднике. Назначается всем, кому не попадя. Все, мы получили уже дикую резидентность к этому левофлоксацину. Потому что респираторные вторхиналоны, они почему-то так считают, что это вот панацея. Да, вот он позиционируется как такой легкий препарат. Да. Словно легкий препарат. То есть у нас, значит, если препарат там надо вводить как-то неудобно, три раза в день, там, амоксициллин, там, скажем, три раза в день, это тяжелый препарат, а это там 500 миллиграмм всунуть в пациента, и это будет легко. Вот. Еще одна удивительная вещь, с которой я столкнулся. Меня года два назад, мне позвонили с какой-то, вот Грешин, может, кто-то сейчас обидится, не помню, как называется эта программа авторская на каком-то радио. Вот. Поговорите об антибиотиках. Не моя. Нет, нет, не твоя. Ну, тебя-то я запомнил. Ой, поговорите об антибиотиках. Ну, я, в принципе, говорил примерно те же самые вещи, то есть простые вещи. И мне задают вопрос, а вот мы, причем ссылка там на источник информации, что вот, оказывается, появилась новая тема, профилактическое применение антибиотиков в небольших дозах. Что? Профилактики чего мы их применяем? Ну, чего-либо, бактериальной инфекции. Ребята, профилактическое применение антибиотиков, да, окей, в медицине есть ситуация, когда мы действительно там перед операцией применяем антибиотики профилактические. Но профилактическое применение антибиотиков, это такая же осмысленная вещь. Ну, давайте профилактические цитостатики будем применять. Слушай, ну, подожди, кстати, все-таки врачи смотрят, ты ведь поднял тоже очень важную тему. Для хирургов, некоторых анестезиологов, реаниматологов, это тоже бесконечно важная тема. Ребята, когда мы говорим про предоперационную подготовку, профилактику, мы говорим про цифалоспорины первого поколения. Не надо вот... А потому что были исследования даже... Нет, цифалоспорины третьего поколения уже, если пошло на то, они исследовались в плане предоперационной профилактики, было показано, что они не дают никакого преимущества просто. И поэтому мы уходим в более простые, понятные, берем там цифалолин, цифуроксин, цифалолином обычно мы это делаем, да? Да, да. Вот, и все. У нас вот зверюшки, которые там могут контоминировать нам операционную рану, они же такие, они достаточно примитивные, безобидные, если у вас в операционной все хорошо, чистенько, конечно. Вот, поэтому... А какая профилактика? Ну что, я не знаю, мы там цитостатики для профилактики рака же не применяем. Ну, это... Проблема антибиотика в том, что антибиотик, он... всегда находит в организме свою мишень. И эта мишень наш микробиом. То есть вы, когда назначаете непоказанный антибиотик, когда у нас нету какой-то бактерии, которая размножается, вызывает патологический процесс, который явно патоген в данном процессе, ну, вы начинаете убивать тех микробов, с которыми мы сосуществуем. Там, в каждом человеке, в зависимости от его, как бы сказать, вредности, от двух до трех килограмм микробов живет, да? Вот, как бы, если наши все клетки исчезнут сейчас, наше село все равно останется, потому что будут светиться эти бактерии, которые облепили наше тело. Вот, а патогенных микроорганизмов-то их достаточно мало. И поэтому вот это вот назначение «бесконтрольный антибиотик» ну, ну, какое-то безумие просто. И опять мы вышибаем у себя платформу из-под ног. Хорошо. В больнице приходит там, не знаю, хирург. Назначить, давайте назначим что-нибудь. Не для профилактики, уже лечим, да? Появилось... Приехал больной, приехал он с улицы. Он приехал с пневмонией. Давайте лечить пневмонию. Скорее всего, у него возбудитель этой уличной домашней пневмонии, так называемой, он поддается самым простым антибиотикам. Ну, говорят, ну, что ты, ну, кто же там лечит антибиотики, пенициллины, да что ты, доктор там, других лекарств, что ли, не знаешь. Вот у нас есть, давай назначим ему что-нибудь повкуснее, там, покруче, чтобы мы там... Ну, да. Показали, что мы хорошо его лечим. Ну, окей, мы назначили, молодцы. Ну, мы даже... С сознанием дела грамм-плюс, грамм-минус, мы перекроем сейчас все, да. Хорошо, мы вылечили эту пневмонию у него, но, опять-таки, у него, в нем живут другие бактерии. У него в нем живут бактерии, у него в кишечнике живет там клипсиел, у него живет там энтерококи, которые в следующий раз в какой-то ситуации... Даже не в следующий раз, ты же вот абсолютно верно. Я вот просто постоянно с этим сталкиваюсь, и все больше, и больше, и больше. Если мы говорим про псевдомембранозный колит, вот, тот же самый, или любые колиты, которые мы получаем на антибиотики, это все чаще и чаще происходит? Да, кластридиоидный колит – это отдельная песня. Ну, просто... Да нет, у него остается условно-патогенная флора. Она в нем живет, а эта флора никуда из кишечника его не девается. Но с помощью вот этого вот лечения, ну, он там приехал, не знаю, пневмококковая пневмония, там банальная достаточно ситуация, но мы ее почему-то начали лечить, там, меропенемом тем же самым, уж если вспомнили. Вот, ладно, молодцы, вылечили. Но мы тем самым, мы надавили еще на тех бактерий, которые живут в нем. И у него, возможно, формируется карбопенемазорезистентная флора уже. И вот эта вот флора, которая в нем в следующий раз попадет по какой-то причине у него в легкие, я не знаю, там... Ну, да. Она уже будет биорезистентна к этому антибиотику. То есть мы внутри самого субъекта, мы внутри самого пациента уже эту флору начинаем выводить. Потому что бактерии в нем живут. А в отношении того, что мы гробим там биоциноз кишечника, ну, да, окей, вот эти вот проблемы с антибиотикосциированной диареей, ну, сплошь и рядом, ну, опять, тут надо действительно разделять. Потому что у нас бывает диарея, ну, сам по себе, например, амоксицелин сам себе может вызывать диарею. Может, может. Вот просто не убивая микробиом, просто это такая особенность препарата, он целый стимулирует, просто кишечник он может усиливать моторику. Но так микробиом, да, мы действительно можем прибить в кишечнике путем перебора нескольких антибиотиков, неадекватно, назначение неадекватных доз, особенно назначение каких-то комбинаций, ну, убиваем в том числе микробиом кишечника. В России, кстати, клострадиоидный колит очень трудно лечить, у нас кроме ванкомицина внутрь у нас вообще ничего нету, да, федоксимицина у нас нет? Нет, нет, у нас даже по схеме, насколько я помню, ну, из вот таких вот серьезных, то ванкомицин, все. Вот кроме ванкомицина у нас практически ничего нету, потому что федоксимицин у нас, он не зарегистрирован, и есть там два МАБа, они тоже не зарегистрированы. У нас классическая схема, по-моему, это метронидозол и потом ванкомицин. Как бы метронидозол и т.л.к., на самом деле ванкомицин и то, я боюсь, что у нас до сих пор в инструкции по медицинскому применению, применение пер-ос ванкомицина, оно не прописано, а прописано, ну, только, естественно, его проэнтеральное введение, а для интерального введения в инструкции не прописано, а нужно там типа консилиум. Ну, на самом деле, хочу сказать, что ванкомицин, слава богу, пер-ос дается, безусловно, когда необходимо. Дается, дается. С Калистином есть вопросы, но это не тема этой программы. Калистин-то ингаляционно, да, но это уже отдельно, да. Слушай, скажи, пожалуйста, вот в отношении пенициллина, мне, правда, я вспомнил начало 2000-х годов в Склифе. Ребята делали большое исследование, и Сергей Сергеевич Петриков делал на тот момент, и Денис Николаевич Проценко как раз. Вот в отношении просто пенициллина. Тогда же тоже был целый бум определенный, когда начали давать антибиотики резерва, а тут все спохватились и говорят, а зачем? А давайте-ка мы будем просто вернемся к пенициллинам. И получили вот такой вот результат. Почему? На самом деле это одна из теорий такого регресса антибиотикотерапии. То есть, считается, опять, эта гипотеза, она точно еще, ну, она не проверена, она обсуждается, что если мы в какой-то момент какие-то антибиотики перестаем применять, мы просто забываем, у бактерий к ним развивается чувствительность, появляется чувствительность. И как бы идет откат назад. И в этой ситуации, да, вот мы там сейчас, условно, мы там всех пролечили леофлоксацина. Мы к леофлоксацину получили высокий уровень резистентности, и вдруг у нас там какой-нибудь старый антибиотик там всплывет, который будет, окажется эффективен. Эта идея муссируется уже давно, она рассматривается, но для этого нужны некоторые коллективные усилия и скоординированные усилия. То есть, на уровне, скорее всего, одного лечебного учреждения, ну, может быть, мы с какой-нибудь конкретной флорой, может быть, справимся там. Что прорастает в этом учреждении, да, может быть, что-то получится. Но это нужно проводить на уровне регионов. Вот именно такой вот, то есть, мы какой-то антибиотик, грубо говоря, мы какой-то антибиотик на несколько лет, на сколько-то лет, мы просто исключаем его из использования. Условно, тот же самый пенициллин. Вспомнили, пенициллин натрия. Ну да. Вот, к примеру. Мы его исключаем из использования. Не очень, например, с пенициллином. Ну ладно, хорошо, как положим. И через 10 лет про него вспоминаем. А, давайте попробуем. И вот, возможно, он начнет действовать. Потому что появятся опять предоминирующие формы, будут там резистентны карбопенелом, они будут резистентны к чем угодно. А вот это вот что-нибудь старенькое там такое, они, ну, они удивятся. Ну, в общем, запоминаем обязательно. Прежде всего, во-первых, антибиотики мы просто так не принимаем. Я абсолютно солидарен, что это должны быть рецептурные препараты. Бывают случаи, бывают, не будем лукавить, когда антибиотики нужны, когда вы не будете, условно говоря, сдавать там какие-нибудь проклецетанины, даже общий анализ крови, когда они действительно нужны. В поездках, в частности, лучше, чтобы они у вас были. Потому что, ну, бывают сложности. Но в подавляющем большинстве, конечно, если это врач грамотный, он просто так назначать не будет. Потому что очень часто, например, я вижу такую же историю при полисинуситах, например. Просто сплошь и рядом антибиотики назначаются. Очень любопытная, важная вещь, особенно для пациентов, они не понимают, да зачастую и врачи не очень понимают, бактериофагия. Что это за звери, что это за зверюшки, как их использовать, чем они нам могут помочь? Ну, простым языком, да, это вирусы, которыми болеют бактерии. Так. Вот. Идея такая, что с помощью этих вирусов, каждый бактериофаг, он, ну, тропин к определенному виду бактерий. К определенным структурам бактериальной стенки. То есть он не убивает подряд всех бактерий, он убивает какой-то... Причем у него селективность, она вплоть до уровня, до штаммов конкретных каких-то бактерий может быть. Вот. На организм человека, на клетке эукариотов, на эукариот он не действует, он действует на прокариотов, взаимодействует с бактериями, он их там гробит. Идея сама по себе... Ну, это такое биологическое оружие против бактерий. Так, когда, с начала 20 века, да, это появилось, почему бактериофаги, они так особо не развиваются? Ну, дело в том, что они, как бы, появились параллельно, вот эти вот идеи. То есть бактериофаги, они где-то с 20-х годов прошлого столетия началось более или менее осознанное экспериментирование применения их при разных патологиях, там при холере, при брюшной тифе, насколько я знаю, они использовались. Вот. Вылетела из головы фамилия одного из основателей медицинского применения бактериофагов, я все время путаю его, Дерле, по-моему. Не знаю, честно. Дерле его звали, и он там создал бактериофаги, коктейль бактериофагов против пяти разных кишечных именно патологий, которые с успехом продавала компания, которая впоследствии ставшая Лореалем, например. Вот. Этого, кстати, Дерле его раз 10 номинировали на Нобелевскую премию, но все время находили что-то другое. Но тут подоспели молекулы, тут подоспели сульфаниламидные препараты, тут появился первый пенициллин, потом пошла пенициллиновая эра, и как-то стало, ну, не до бактериофагов. А бактериофаг – штука интересная, безусловно. Бактериофаг – штука перспективная. Почему они плохо развиваются? Значит, для того, чтобы нам разработать новое лекарство, нужно, чтобы кто-то был в этом заинтересован. Заинтересован в этом полюбас тот, кто будет его продавать в дальнейшем. А чтобы лекарство хорошо разработать, эффективно продавать, нужно его запатентовать. Насколько я знаю, бактериофаг запатентовать невозможно по каким-то причинам. Даже так, ничего себе. Да, вот такая вот особенность. Вот нельзя там бактериофаг такой-то, не знаю, выпускать на рынок, вот как вот Дарле с Лореалем выпускал вот этот вот пятикомпонентный бактериофаг. Вот это вот по каким-то причинам это невозможно. Вопросы патентного права. Второй момент – очень трудно проводить исследование бактериофага в том плане, что вот когда мы все-таки проводим исследование нового антибиотика, это малые молекулы в основном, это все-таки малые молекулы. Мы как-то можем их… Они легко транспортируются, они легко хранятся, они… Мы понимаем четко их дозировку, и самое главное, мы понимаем условия их проникновения в организм, условия распространения по организму, метаболизм. То есть у нас есть просто понимание, ну, фармакогенетических, фармакодинамических параметров этих молекул. С бактериофагами у нас… Это такой немножко вероятностный процесс. Это взаимодействие двух биологических объектов. Прокариота и вообще существа, которые находятся на грани живой и мертвой природы. У нас описать это все достаточно сложно, и поэтому у нас есть некое непонимание в отношении дозировки, в отношении режима введения бактериофагов, в отношении создания стандартных условий. Именно вот исследования бактериофагов, их ведь исчезающе мало таких хороших. И там количество наблюдений очень маленькое, заметь, да? Если мы там антибиотики исследуем, у нас там тысячи наблюдений, тысячи пациентов в исследовании, то бактериофаги, мы смотрим, где 43 пациента здесь, 40 пациентов здесь. Так вопрос еще в том, бактериофаг к чему? Понимаешь, вот опять же это… Вопрос еще в том, как он взаимодействует с бактериями. Потому что какие-то бактериофаги будут ее убивать, какие-то будут встраиваться в ее плазмидную, кольцевидную ДНК, в ее структуру бактерий, какие-то будут, не знаю, там, персистировать в этой бактерии, и внезапно, опять до конца не описано, в какой-то момент они вот взрывают эту бактерию, они активизируются. То есть у нас бактериофаги, они тоже делятся на разные типы взаимодействия с бактериями. Ну и опять, бактериофаг, вот я не знаю, как производятся бактериофаги, но это такой продукт тоже такого, ну, наверное, там, какой-то биологический какой-то процесс. То есть их можно произвести в условиях лаборатории, насколько это можно произвести в условиях промышленного производства. Сложный технический процесс, сложный процесс производства именно бактериофага в соответствии со всеми вот этими GMP-стандартами и так далее. Сложный процесс производства, сложный процесс хранения, транспортировки. Отсюда такое вот осложнение. И последний момент. Исследование бактериофагов. Очень трудно провести исследование бактериофага. Ну, вот как, давай мы, не знаю, вот, сказал там, пневмония какая-то там, тяжелая, назокомиальная, госпитальная пневмония, мы получили полирезистентную, там, клепсиеву. Вот, беда-беда. А ничего у нас там не действует на нее, никакие антибиотики. Вот у нас есть бактериофага, которая, вероятно, на нее подействует. А вот, предположим, мы будем проводить исследование, мы что будем, в одну группу рандомизированно включать пациентов, которые будут получать антибиотиков, в другую бактериофагу? Я не представляю. Мы будем как делать? Мы будем этих антибиотик плюс бактериофаг, а эти антибиотик без бактериофага. Никакой этический комитет это не пропустит? Ну, нет. И там метам-антибиотик будет. Хотя по большому счету мы сейчас же так лечим, получается. Нет, и там метам-антибиотик будет, мы просто в одну группу добавляем бактериофаг, в другую не добавляем. И у нас чисто бактериофаговый эффект, мы его не наблюдаем. Мы видим комбинацию его именно с антибиотиком. Насколько здесь происходят интерференции, насколько вмешательство, непонятно. Потому что было исследование, даже когда бактериофаги внезапно, по-моему, ожоговая поверхность смотрели в исследовании эрадикацию одного из возбудителей, который потенциально контоминировал ожоговую поверхность. И там внезапно оказалось, что при лечении только антибиотиками эрадикация происходит в течение полутора суток, а бактериофагами там шесть суток, по-моему. Почему так произошло? Это бактериофаг с антибиотиком был. То ли бактериофаги эти бактерии каким-то образом сделали нечувствительными к антибиотикам. То есть нет у нас полного представления. И очень большая именно индивидуальность зависит от того, кто произвел бактериофаги, зависит от того, в какой ситуации назначили. С антибиотиками просто проще. Давай такую вещь обсудим сейчас. Я прям сразу подумал. Это в большей степени как раз для пациентов. Когда вот слышат пациента дженерик, как раз, да, многие ведь не понимают. Меня, кстати, эта тема давным-давно интересует и волнует. Это в отношении биоэквивалентности, потому что именно у нас существует именно понятие биоэквивалентности. Больше никаких понятий нет для того, чтобы появился, по большому счету, дженерик. Я правильно ведь говорю? По сути, на это мы ориентируемся. По большому счету, мы говорим о малых молекулах. Да, да, конечно. Не о биомолекулах. Для малых молекулах, да, мы ориентируемся. Если можно провести исследование на биоэквалентность, мы проводим исследование. Что это такое? Расскажи, пожалуйста, и чем это принципиально отличается? Все-таки оригинальный препарат, а дженерик. Берем две бутылки водки. Так. Мы к вам вернемся буквально через пару дней. Это вода. Берем две бутылки водки. Что такое? Можно? Да. Вот. Вот у нас здесь водка, здесь водка. Здесь водка с красивой этикеткой, красивой бутылкой написано, там, не знаю, красиво называется. Здесь что-то такое вот купленное. Ну, ладно, стоит три раза дешевле. А что такое водка с точки зрения фармакологии? 40% растворцы 2H5H. Да. Все, да? А чем они отличаются по факту? Спирт, он и там спирт, и здесь спирт. Отличия будут, наверное, в чистоте. Слушай, ну, а здесь... Культура производства. Подожди секунду. Ну, хорошо, здесь метиловый, а там, не дай бог, этиловый спирт. Нет? Хорошо, хорошо. Это 40% раствор этилового спирта. Хорошо, хорошо. Метиловый спирт допускается, не знаю, там, 0,005, там, процентов, что-то такое. Он, как контоминирующий продукт в минимальном количестве, он может допускаться, он там и будет. Но никакого действия он не окажет. Да, ладно. То есть, у нас отличие, да, но у нас отличие, действительно, вот Теретин, ты правильно сказал? Не попало ли сюда больше метилового спирта? Не попало ли сюда, там, бутиловый, запропиловый спирт? Какая дрянь еще попала, там, в процессе директификации этого спирта? Насколько он хороший? Не смешали ли этот технический спирт просто, да? То есть, вопрос культуры производства. Также и с дженериками. Дженерики, они, по большому счету, они содержат в себе одну и ту же субстанцию. То есть, субстанция – это метиловый спирт. Они могут в дальнейшем, вне зависимости от, там, вспомогательных веществ, они могут не отличаться друг от друга от оригинального препарата. А могут быть просто, ну, произведенные, ну, на плохом предприятии. Там таблетка должна растаять в желудке, она тает уже даже не то, что в рту, она в руке уже там разваливается. Вот. Соответственно, когда мы сталкиваемся с малой молекулой, там, с той же самой таблеткой, мы должны просто решить вопрос. По умолчанию у нас вещество там одно и то же активное. А мы смотрим, что там с дополнительными вспомогательными веществами, с сцепиентами так называемыми. То же самое. Они там, ну, допустимые там и там. Дальше мы берем, мы просто смотрим, опять берем стакан, смотрим, как эти таблетки разваливаются в стакане. Там три разных уровня кислотности. Сильно кислая среда, слабо кислая среда и слабо основная среда. Ну, они имитируют, как бы, наш желудочно-кишечный тракт. Помните рекламу с яйцом? Ну. Да. Вот да. Вот. Насколько одинаково они растворяются в стакане, в этих стаканах. Если трехстаканная проба показывает, что растворяются они одинаково, дальше у нас приходит уже черед здоровых добровольцев. Берет, набираем там людей, впихиваем в них там по одной там таблетке того иного препарата и просто берем у них кровь, смотрим, одинаково ли этот препарат появляется у них в крови, то есть одинаково ли он всасывается и распределяется. А если мы получаем идентичные, ну, сходные, да, фармакокинетические параметры, молекула та же самая, попадает она в организм точно так же. Ну, что, какое может быть различие у этих препаратов? Да, у брендового препарата лучше энергетика. Сила бренда у него, таблетка красивее, там, не знаю, еще что-то. Но так, по большому счету, ничего нет. Все, никаких других исследований здесь требоваться не будет. А с биомолекулами сложнее, потому что биомолекула, ну, там, не знаю, масса малой молекулы, там, тысяча дольтон, и то она такая большая. А масса, там, моноклонного антитела, там, 250 килодольтон, там, 220 килодольтон. Да, вот, там она подвергалась какому-то, там, дополнительному гликозилированию, в общем, это называется умными словами посттрансляционной модификации. Ну, это вот, ну, как, вот возьмем, там, два вина, произведенных из одного и того же винограда. Один и тот же сорт винограда, более того, из одной и той же стороны. Но они будут отличаться друг от друга, если это разные производители. Ну, будут, да. Этилового спирта, если мы в качестве необходимого фармакодинамического эффекта будем брать только опьянение, этилового спирта в них будет одинаково. А респиратрола? Респиратрола будет разное количество, но отвечу сразу на вопрос по поводу респиратрола. А то говорят, пейте красное вино, там много есть полезного респиратрола. Ну, во-первых, никто, ну, я не знаю, насколько он полезен, но чтобы вкормить в себя количество респиратрола, которое вроде бы обладает фармакодинамическим эффектом, что-то бутылок 10-15 вина в день надо выпивать. Красного, красного. Вот, так что тема красного вина и респиратрола, это... Раскрыта, раскрыта тема. Я бы сказал, что закрыта. Вот, но мы, как бы, красное вино ценим не за это, мы ценим за вкус, за запах, там, за цвет, еще что-то. Вот точно так же для красного вина одного содержания этилового спирта будет недостаточно. Так же и для биомолекул. Мы должны, вот для них мы должны оценивать не только фармакокинетику, но и насколько одинаково они действуют, насколько одинаково они с рецепторами связываются, насколько одинаково получаем клинический эффект. А для малых молекул все просто. Олег Букарыч, мне с тобой всегда интересно, и разговаривать мы можем очень долго, и, конечно, когда ты сейчас говоришь про моноклальные тела, сразу захотелось про PCSK9 поговорить, но не будем. Не будем сегодня, я умоляю. Не будем, не будем, потому что поговорим самым как раз простым языком у нас, это в том числе и для пациентов, как раз проговорим про мою боль, наверное, отчасти и твою боль, как еще, я говорю, все-таки не просто фармаколога, а и кардиолога моего коллеги. Статины. Откуда вот эта совершенно катастрофическая история и боязнь статинов у пациентов? Так, давай вот с рабдомиолизом вопрос решить проще, точнее, ответить про рабдомиолиз проще. Действительно, на фоне применения статинов невысокий, минимальный риск рабдомиолиза, он существует. И когда мы назначаем статины, мы там пациента должны сориентировать. Не заболели ли у вас мышцы, сдайте там креатинкиназу, посмотрите, сдайте трансаминазу. Трансаминазу, это мы всегда советуем. Мы просто наблюдаем, потому что, да, статины могут потенциально обладать гепатотоксическими эффектами, могут действительно вызывать рабдомиолиз. А тема рабдомиолиза вот такого фатального с выводом статины на рынок сработала только один раз. Это было в случае с церевостатином начала 21 века, если не ошибаюсь. Но там был один нюанс. Практически все пациенты, у которых развился рабдомиолиз, насколько я знаю, они получали комбинацию церевостатина с фибратным препаратом. Вот не помню, там фенофибрат, цифрофибрат, цифрофибрат, по-моему, было там. И вот эта комбинация, она действительно потенциально опасна в плане развития рабдомиолиза. Но если бы у нас на тот момент на рынке не было 4 других статинов, ну или там от 1 статин был на подходе, может быть, 5 других статинов, то церевостатин бы остался на рынке. Потому что, ну, слишком драматический эффект статинов, улучшающий, в драматически хорошем смысле слова, я говорю, драматически улучшающий состояние, драматически улучшающий прогноз у пациентов. Да, статины все-таки очень сильно изменили прогнозы у кардиологических пациентов. Вот. Ну, все-таки церевостатина вылезла из рынка, но другие статины, 5 других статинов осталось, розовостатина тогда еще не было. И пятовостатина не было. Вот. И, собственно, ну да, это большая редкость. Но почему-то за статинами есть еще какой-то флер, что они вызывают рак. Тоже есть такое, да. Я не знаю, откуда это. Да. Ну, я здесь можно не буду приводить логические аргументы. Статины рак не вызывают. Ну, не вызывают ни у мышей, ни у крыс, ни у людей, ни у пингвинов, ни у кого. А, и еще легенда моего, я хотел сказать, детства, моей там ординаторско-аспирантской юности, это то, что, сейчас прямо сформулирую, статины, уменьшая фракцию холестерина в головном мозге, увеличивают риск развития депрессии и суицидальных попыток у людей. Вот, не знаю, сейчас этой легенды уже нет? Нет, все. А, ну, вот в конце 90-х она была. Вот это вот то, что я слышал. Это вот эта вот какая-то мозговая фракция холестерина, мифическая. Ну, идея была, видимо, такая, откуда она пришла. Холестерин закрепляет структуру клеточной стенки. Ну, видимо, отсутствие холестерина в голове приводит к разжижению мозга. Не знаю, я по-другому не могу это. Нет. И опять, если мы сравниваем потенциальную пользу статинов с потенциальным риском применения статинов, ну, естественно, потенциальная польза, ну, она просто в разы перевешивает, потому что удлинение продолжительности жизни, уменьшение количества клинических конечных точек, да, все это характерно для статинов. Мы сейчас не будем обсуждать, там, плеотропный эффект статинов. Нет, 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 нет. Это уже сугубо медицинская и, причем, сильно профессиональная история про плеотропный эффект. И зачастую, когда даже пациентам про это рассказываешь, на самом деле, это им не надо. Им надо доказать то, что он безопасен. Я могу предполагать, что, ну, вот опять, это еще вот такие гримасы рынка. Смотрите, кому выгодно, да, вот кому выгодно доказать, что статины плохие? У нас на рынке существует оменное количество каких-то препаратов. А, кстати, вот, слушай, вот, а ты меня в прошлый раз, когда мы разговаривали, ты меня там про этот, про неоцин, там, витамин ПП спрашиваешь. Да, да. Во, кстати, одно из потенциально возможных применений, да, там, этого неоцина было когда-то лечение гиперлепидемии. Просто пришли, ну, пришли статины. Очень долгое время было, но сейчас-то мистер развенчан. Да, и все это практически улетело, да, нет такого показания. Ну, возможно, и вот есть производители, которые производят вот что-то там для лечения. А я тебе могу сказать омега-3? Ну, вот омега-3, абсолютно, абсолютно, потому что, нет, я не возражаю против омега-3, как сапплемент, как биодобавка. И я относительно не возражаю. Ну, опять-таки, если мы принимаем омега-3, там надо посчитать, там, на этой банке должно быть написано, господи, количество этой экозапентаеновой дезоксигексаеновой кислоты, там должно быть не меньше какой-то цифры, там, тысячи миллиграмм. Я, честно, не помню все эти соотношения, 3-6-9, я уже их не помню, поэтому... Омега-3, 6-9, 6-9 вообще, тема 6-9, она... Нам, для чего нужна омега-3? Вот это вот экозапентаеновые гексузодексаиновые кислоты, они, мы их из рыбы получаем, жирные, вкусные, хорошие рыбы. А если у нас в рационе этой рыбы нету, там, хотя бы два дня в неделю мы не едим эту вкусную, хорошую рыбу, ну, да, у нас формируется дефицит. Омега-6, омега-9 мы получаем из остальных продуктов. Их полно, их достаточно, не надо, как бы, тратить деньги на вот это все. Но если, ну, если рыбы нет, ну, давайте, там, омега-3, вообще-то, просто там должно быть, по-моему, тысяча миллиграмм вот этого вот части. Вот. Производители вот этого всего, там, чесночные какие-то экстракты... Да много всего, очень много всего, очень много всего, да. Это все, опять, это все создает определенный рынок. У меня есть знакомая, которая, она по специальности... У нее очень хорошее образование техническое, классное, но она, как многие сейчас, многие стали нутрициологами. О, да, о, да. Она нутрициолог, и она продвигает какую-то определенную, там, биодобавки какого-то производителя. Ничего плохого в этих биодобавках, может быть, и нет. Но вместе с ними продвигается идея. А если вам, там, не знаю, 50+, вы пришли к врачу, у вас атерогенная гиперлепидемия, не надо пить статины, у вас печень отвалится, дословно цитирую. Ешьте наши биодобавки. О, какой кошмар. Вот отсюда... Я хочу просто тоже прояснить ситуацию. У нас не так, к сожалению, много времени останется, но мы сделаем обязательно и следующий цикл программ. Одни из последних исследований, даже у нас они проводятся, в отношении просто, чтобы вы понимали, так называемые есть молекулы, либо протеиномалая, один из самых атерогенных. Так вот, чтобы вы понимали, это было обследовано у детишек, у детей, у которых инсульты возникали в 12 лет. Просто даже если это не леча. Вот, поэтому... Но проблема БАДов и всего остального, мы это отложим на следующий момент. Это вообще сложная тема, и этически, и профессионально. Значит, что я хочу, и мы, наконец, к этому пришли. Гори скорее проклятый жир и поговорим про бег. Потому что, ты знаешь, тут мне, конечно, и интересно, и самому послушать свое мнение. Естественно, я понимаю, где и как что-то устроено даже с позиции цикла Хрэпса и так далее. Почему там периодически пахнет, я не знаю, бензином. Расскажи мне твое отношение к бегу, потому что его стало слишком много. Бегают огромное количество людей. Полумарафоны, марафоны, айронмены. Вот хорошо это или плохо? И кому можно, кому может быть... А кому не стоит точно этого делать? Есть такой прекрасный хэштег в интернете. Бег вреден. Да, да. Беговой клуб дно. Сейчас сяду опять на любимого конька. Ну, просто, с одной стороны, мне скажет там парень, я там пробежал 27 полных марафонов. И думаю, что надо вернуться к этому делу, чтобы хотя бы цифра 30 была. Круглая такая красивая. Это полмарафона я не считаю. На самом деле популярность бега очень демократична. А первое. Второе. Люди считают, что бегать неправильно нельзя. Как бы, ну, вот если кто-то там идет, я не знаю, вот можно ли играть в теннис, если ты не знаешь основ техники? Ну, 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 ну как? Вот как можно его играть? Ну, попадешь там ракеткой, не, ну, по мечу ты попадешь. Ну, 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 естественно. Но у нас большинство видов спорта, они все-таки требуют определенных технических скиллов. Да. Определенной технической базы. А люди считают, что бег технической базы не требует. Ну, потому что для человека бежать, где-то он считает, что это так же естественно, как ходьба. Вот, он думает, что это физиологично, да? Да, что он бежит, это, он, для него это естественно, как ходьба. А когда я смотрю, как люди бегут, ну, ну, мне их жалко становится. Вот это вот, я не знаю, кого-то учителя физкультуры учили бежать с пятки на носок. Вот были наверняка такие люди. Были, 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 были. Бивают пятку, вот, перекат на носок, господи боже ты мой. Вот, кто-то там, не знаю, высоко подпрыгивает, кто-то, наоборот, там ногами шаркает практически. Значит, первая проблема. Проблема, люди не умеют бегать, нет культуры движения. Они бегают так, что, ну, они сами себе становятся опасны. Для суставов, для позвоночника и, внимание, для головного мозга. И так, малоподготовленный человек бежит в марафон. 42 километра. Сколько он сделает там шагов? Шаг, скорее всего, меньше, кстати. Ну, чтобы делать шаг от метра, нужно иметь хорошие подготовленные мышцы. У него башка просто трясется. Вот это вот 50 тысяч сотрясений головы. Головы, микро. Никогда не задумывался, честно говоря, об этом. Есть исследование. Там было показано, что нейроноспецифическая инолаза повышается. Это маркет повреждения нейронов. И, по-моему, С100Б, пептид. Вот, именно после преодоления больших дистанций. А дальше у нас работает... Человек бежит в марафон, предположим. Он бежит там, ну, такой малоподготовленный, там 4-5 часов. У него 4-5 часов, сердце молотит там 160-180 долларов в минуту. Так, уже, да? Второй момент. А, третий момент. Вспоминали слово «рабдомиолиз». Ну, мышцы сыплются. Расыплются. Мышцы просто. Там после марафона, если взять КФК там на следующий день у человека через 24 часа, ну, у него КФК будет 5 тысяч. И то, это... Ну, это нормально. Ну, в смысле, нормально для спортсмена. Вот. Еще в популярность бега, кроме кажущейся простоты, я вот просто привел пример, почему-то не так просто, ну, что еще? Ну, гаджеты, да, там, медальки красивые на финише дают, маечки брендированные, полный шкаф этого всего счастья, этих маечек. Я вопрос, по-моему, своей одежды закрыл там до конца жизни уже. Это все круто. Да, я периодически узнаю, какие марафоны ты бегал. И где. Да, да, да. Это все круто, это все модно, ну, и поэтому идет такая мода. Удастся ли на этом похудеть? Ну, скорее всего, если не жрать много, то да. Люди начинают бегать еще для того, чтобы похудеть. Ребята, у меня другая рекомендация. Сперва похудейте, потом начинайте бегать. То есть я рекомендую людям все-таки сперва ходить. Для того, чтобы похудеть, вам надо, ну, вот там, условно, я там хочу похудеть. Мне 55 лет. А вот мне надо, ну, в какой пульсовой... Вы можете в это поверить? Вы можете в это поверить, да? Не, 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 правда, 55 лет, и на самом деле... Это правда 55 лет, и поэтому... Я просто плохо выгляжу. Вот. Мне для того, чтобы там работать в липолитической зоне, мне надо, ну, какие-то длительные нагрузки давать, там, в районе часа и больше, там, с частотой сердечного сокращения 130, там, ну, 35 ударов в минуту, условно. А вы просто ходите с такой хорошо бодрой час, и вы будете худеть. Потому что начинать худеть с бега, ну, давайте, ну, это прибьет ваши суставы. Просто суставы. 100% прибьет суставы? Вот. А второй момент. Ну, еще момент, это все-таки бегуны... Опять, вот очень часто. Люди приходят даже, когда в фитнес-зал, там, начинают... Ну, они смотрят, там, какие-то эти штанги с непонятные устройства. Они хотя бы спрашивают тренера, что с этим делать. А бегунане же все думают, что... Ну, бегать-то все умеют. Ну, конечно, еще бы. И вот начинают, начинаются вот эти вот тренировки. Один там бегает, не знаю, вот он там каждый день, изо дня в день бежит, пробегает там 5 километров. Год. Не знаете, кто это такой, нет? И говорит, а почему я не бегу быстрее? Ну, потому что ты тренируешься неправильно. Нет, это хорошо, что он бегает. Понимаете, надо, надо, надо как-то циклировать эти тренировки. Надо, надо... Хочешь бегать быстро, научись бегать медленно. Надо научиться бежать на низком пульсе, чтобы у тебя фракция выброса, чтобы выброс хороший, сердечный был. Это можно сделать, если бежать очень медленно, таким практическим джоггингом, да. Ну, все же там хотят, вышел в парк, там надо перекрестенками покрасать. Да вы посмотрите на этих кенийских атлетов, которые марафонцы. У них там есть тренировки, когда они бегут просто, не знаю, там пешеход быстрее идет, чем они бегут. Да, да. То есть нужно грамотно строить тренировочный процесс. Грамотно построить тренировочный процесс, ну, это тоже требует какого-то, ну, либо вмешательства профессионалов, либо хотя бы, ну, почитайте какую-нибудь книжку, да. И это длительный процесс. Это длительный процесс. Нельзя бежать в марафон с дивана за 3-6, мы уже говорили. Это называется достигаторство. Вы пробежали, вы зачекинились на финише, вы повесили медаль на стену. Дай бог, чтобы не на надгробный памятник повесили ее. Смотрите, я вот тоже подчеркну здесь, спасибо большое, потому что ты можешь про это все рассказать. Мы сейчас книжку еще покажем, кстати, между прочим. Я хочу сказать историю со стороны кардиологии. То, что зачастую, даже если вы там не погибли, слава богу, на этом марафоне, у меня таких две истории было очень любопытных. Одна история, понятно, связана с так называемой гипертрофией, которую мы можем получить. Но это вообще такая профессиональная болезнь. Причем она бывает уходящая у профессиональных спортсменов. И сейчас даже рекомендации наконец-то появились. Так вот, я это вижу нередко. Ребята начинают тренироваться очень поздно. Без тренера, ради фана. Это фуфан все очень часто. Получают вот такую вот перегородку и все остальное. И потом, на самом деле, это громадная беда, с которой мы, по сути, зачастую не знаем, что и делать, честно говоря. Ну, обструкция выходящего тракта левого желудочка – это раз проблема, а вторая проблема – это аритмогенная. Да, аритмогенная смерть в том числе. И второй, наверное, момент тоже очень любопытный. Это вот пульсовая зона. У меня был случай. Я Олегу Букаровичу рассказывал, потому что я не знал, что с этим делать. У меня был парень, он пришел 32 года. А он мне до этого, просто я сейчас быстренько расскажу, он не сказал, что он фридайвом занимается. И вроде проблема была. Марафон, марафон, он себя чувствует нормально. Говорит, ну что-то какая-то усталость у меня появилась. Мне его присылают, я смотрю, а у него средняя частота пульса 38. У нас-то практически все показания к тому, что кардиостимулятор надо вешать. Ни одной статьи я у нас не нашел. Хорошо, я позвонил, потом я нашел американские статьи, что для них это чуть ли не в порядке вещей вся эта история. Пульсовая волна. Вот скажи, пожалуйста, какая она должна быть, чтобы не перегружать сердце. Все-таки вот люди опять говорят, мы хотим похудеть. И фигачечность, и состоит 160 ударов в минуту. Это будет работать? Немножко они похудеют. Ну, нет, ну невозможно. Невозможно заниматься спортом и не похудеть, если ты не зажираешь этот... Потому что это в любом случае расход калорий. Мы худеем же, мы худеем не в спортзале, мы худеем на кухне, на самом деле. То есть просто для того, чтобы похудеть, мы должны создать определенный дефицит калорий. Да, тренеры будут рассказывать, что мы занимаемся рекомпозицией тела, что у нас там жир уменьшается, расход мышцы. Ну, ребят, давайте не будем заниматься самообманом. Все-таки для того, чтобы уйти вниз по весу, надо слегка постоянно быть в... Первое правило – дефицит калорий. В дефиците, да. Вот, опять, все-таки есть общий принцип. Мы, когда мы начинаем физическую нагрузку, мы работаем за счет, там, первые секунды за счет АТФ, а потом, там, следующие, там, 10-20 секунд за счет креатинфосфата, дальше мы работаем за счет гликолиза, значит, у нас идет такое не очень экономически выгодное кисление углеводов, потом мы уходим в цикл крепса, и мы используем нашу глюкозу, мы используем, ну, гликоген, мы используем депо гликогена. Так вот, липолиз, жировые депо, дай бог у нас включатся когда-нибудь, там, к первому часу нагрузки. Поэтому в общем виде длительные нагрузки в невысокой пульсовой зоне, ну, это называется, там, третьей пульсовой зоне, ну, где-то от часа. Ну, это, ну, не высечено в камень, это не очень правильно так говорить, я очень упрощаю сейчас проблему, но иногда говорят, худеть вы начинаете с 60-й минуты такой нагрузки. То есть вот следующие 20 минут вот у вас будет мобилизовываться жир. Это не, ну, не воспримите это как некую абсолютную максимуму, это очень такое примитивное объяснение, но плюс-минус так можно сказать. И все-таки пульс, пульс, вот какие-то пороги, которые не стоит превышать, особенно когда есть проблемы. Так, ну, у нас есть пульсовые зоны. Просто давайте для каждого человека берем, там, рассчитываем его возрастной максимум, от 20, 220 минус возраст, вот, ну и берем там до 70% этого, этой цифры. Ну, это зависит от конкретных задач, от конкретного вида спорта. Потому что если там человек фигачит, там, спринт, например, ну, естественно, у него, слушай, ну, понимаешь, там, у меня, например, там, 175, да, получается, по такой формуле, мой пульсовой максимум, ну, я до 190 сейчас разгоняюсь. Еще раз, мы сейчас говорим, ты все-таки, говорю, всю жизнь тренируешься и так далее. Здесь я просто хочу подчеркнуть, что вот обычный шаг, то, что ты говоришь, как раз. Для меня 130-140. Вот для человека моего типа 130-140. Обычно, на самом деле, просто я хочу сказать, где-то высчитываю, это 110-125, на самом деле, вот для пациента абсолютно, даже не пациента, да. Это для пациента. Да, да. Вот, но мы все-таки считаем, там, до... Слушайте, идите в любой спортзал, там, на этих, на беговой дорожках, там прямо эти пульсовые зоны прописаны, там написано, что это жжет зона сжигания калорий. Третья зона – это хорошая тренировка, там можно во второй зоне оставаться. Ребята, в тренировках главное – это, ну, постепенное наращивание нагрузки, очень постепенное. И с головой, и с головой обязательно. Потому что, если вы хотите получить какой-то результат, ходят такие красивые мальчики и девочки, которые рассказывают вам, что с помощью, вот, там, каких-то, там, резиночек, там, чего-то еще, каких-то, там, этих упражнений, каких-то систем, комплексов и правильного питания, вы можете стать такими же, как они. Ребят, эти мальчики и девочки с пяти лет каждый день на стадионе по пять часов в день пахали, чтобы такими стать. Ага, и вот они вам рассказывают, нет, мы будем вот эти вот резиночки тянуть, там, еще что-то, еще что-то, да, да, да. Не станете. Не надо гнаться за профессиональными спортсменами. Это ни к чему. Очень спокойно каждый должен работать в рамках, вот, что называется, собственных потребностей. Нет, если кто-то хочет, если кто-то хочет стать, не знаю, там, чемпионом мира в своей возрастной категории, выступить по мастерам, ну, в смысле, по, сейчас ветеранов политкарректно-мастерами называют, да, там, я не хочу, там, обрубать крылья. Нет, и, может быть, и не стоит, просто я в этот раз в очередной раз, в очередной раз подчеркну, то, что всю ответственность вы берете исключительно на себя. Здесь рассчитывать на врача не приходится никогда в этой ситуации. Более того, ну, даже вот, Бек, у нас сейчас справки, да, у всех собирают? Да. Глупость, полная глупость. Вот ко мне придет человек и говорит, доктор, я хочу там 42 километра пробежать. Что я с ним должен сделать, чтобы убедиться, что он не помрет на 42 километра? Они, наверное, думают, что ты ему холтер повесишь, и он 42 с ним побежит, да. Ну, хорошо, может быть, на Трэдмил его поставить и попросить, чтобы он у меня в кабинете бежал 42 километра, ну, хотя бы там 35 километров, так он на 36-м загнуться может в любой момент. Это полная, это абсолютная глупость. Кроме того, если, ну, опять, если вы занимаетесь спортом, и у вас действительно стоит задача выхода некого за пределы обычного фитнес-зала, вы хотите, все-таки марафон – это экстремальный вид спорта, вы хотите заняться кроссфитом, марафоном, либо, ну, как-то тренироваться более серьезно, не надо приходить к обычному врачу в поликлинику, он вам ничего не сделает. Абсолютно верно. У нас есть специальные спортивные врачи, даже там критерии оценки электрокардиограммы, они для спортсменов совершенно иные. Совершенно иные, да. То, что у человека патология для спортсмена является вариантом нормы, вот это 38, да. Ну, приходит спортсмен, у него 45, ну, что же 45. Да, да. Он уже в покое, поэтому у него и 45. Ну, что же, друзья мои, я хочу вам продемонстрировать еще одну книжку «Эффективное питание». Я, честно скажу, это важно, и мы будем это разыгрывать, поэтому следите за социальными сетями Олега Букарыча и моими. Это очень важная тема, мы сейчас не будем все секреты раскрывать, я обожаю тему питания, вот, я не раз про это тоже говорил, мы обязательно встретимся, проговорим непременно и дождает, и все остальное, то, что существует, вот, и, конечно, мы подошли к нашей любимой рубрике «Вредные советы от Олега Букарыча». Олег Букарыч, советы от тебя, чтобы не мучиться и как можно быстрее отойти, пойти к праотцам. Ну, у нас сегодня было несколько тем, да. Ну, значит, тема первая. Если вы схватили какой-то вирус, если у вас насморк, сопли, болит горло, у нас добрые тетеньки работают в аптеках, они вам продадут антибиотик без рецепта, не забудьте его принять, вы нагадите не только себе, но и человечеству в целом, потому что, ну, чего одному загибаться? Так, раз! Поспособствуем этому благому делу в отношении человечества. Ну, это уже более возрастным людям, да, вас загнали, в конце концов, к врачу, вам определили уровень холестерина, и вам сказали, что у вас повышенная холестерина, у вас повышенная леппротеин низкой плотности, и вам надо пить статина. Помните, от статинов отваливается печень. Никаких статинов. Категорически. Да, никаких статинов. Идём там к внутрициологам. Да. Можно к хиропрактикам. Эффект будет примерно один. Отлично. Печень останется с вами. Патолога, она там, в конце концов, дойдёт патологию в сердце, дойдёт патологию в мозгах, но печень, может быть, останется целой. Ну и три. Ну и три говорили о беге, о бег. Помните, что не только профессиональные спортсмены, но и любители должны обязательно проходить беговые сборы в высокогорье. А эритропоэтин колоть не охота, поэтому давайте будем тренироваться в высокогорье, давайте будем тренироваться, как тренируются профессионалы, давайте нарастим уровень эритроцитов, уровень гемоглобина до 180, поднимем гематокрит выше 50%. Ну, как бы, если вам повезёт и вы не загнётесь от тромбоза, у вас будет шанс улучшить свой результат на марафоне на 5 минут примерно. То есть вы прибежите не 10 535-м, а 9 200-м. Это был Олег Букарыч Талибов. Спасибо большое. Спасибо.